Здорово, друзья! Вы давно попросили, мы решили с Валерчиком снова записать Котеллу, это лучший Манки Кинг, по крайней мере, в паблике. У него есть свой YouTube-канальчик, вы уже, я думаю, No Name'а все знаете, миллиард матчей на МК, привет, Валера! Да, ребятки, всем привет, только важный сразу анонс скажу, что я сменил свой основной канал, я создал второй канал, который называется No Name Reborn, ссылочка на него будет в описании. Там будет выходить основной контент, который связан не только с Манки Кингом, будут любимые всем рубрики «Притворился новичком», No Name против и так далее, так что залетайте, новый канал, постарайтесь мне его раскрутить, так что я в вас верю. Да, подписывайтесь, ссылочка будет в описании, как обычно, YouTube, к сожалению, вот порой душат каналы, что-то пошло не так и все, YouTube-чик из рекомендаций выкидывает, поэтому, собственно, подписывайтесь на новый канал Валерчика, давайте поддержим его, вот. И сегодня ты играешь на Манки Кинге через не самый привычный для себя билд, еще и матчап. Да, на самом деле я этот билд очень редко собираю, возможно, одна игра с тысячей, но здесь она идеально зашла. Билд против... Лайнап против пака, он довольно легкий, на самом деле, для Манки Кинга, сколько раз я против разных паков не стоял, но, откровенно говоря, у меня были проблемы только против пака от Нуна. Все остальные, даже про игроков, там, айсбергов и так далее, то есть против пака я проблем никаких не ощущал, так что в этой игре тоже против пака, особенно Нуна и Матруксятого ранга проблем так же не будет. Я понял. Сколько у тебя сейчас ПТС на твоем аккаунте, который ты качаешь? У меня было чуть больше, чем 9000, но потом я их слил сейчас на 8800, держусь плюс-минус, но стараюсь подниматься. Каждый день играю, каждый день стримлю. Подвижение есть, а дальше будет видно, до чего дойду. В планах и побольше, чем 9000 рейтинга. Я понял. Ну, пожелаем тебе удачи в поднятии ПТСов. Что-то, может, поменялось по билду или все так же, ты играешь? В принципе, все. В самый раз очень много изменений, на самом деле. Раньше вообще основной тембилд был через дэмэдж, через контроль. Я собрал разные молнии, диффуза, возможно, даже хекс каком-то леет. И сейчас это все не работает, все не актуально. А не актуально с тех пор, как реворкнули Манки Кингу Аганим с Кимптер. Сейчас он не убьет Рошана, и это, на самом деле, самая большая проблема, потому что раньше вы за счет темпа, за счет этого Аганима, выигрывали одну драку, забирали Рошана и темповали всю карту. Играли через плотность, через жир. После этого, как Аганим убрали, у меня было какое-то такое непонятное ощущение, я не знал вообще, чем играть, потому что раньше ты играл сейчас плотность Аганима, сейчас Аганима нет, что собирать. Пробал играть через дэмэдж, ну, абсолютно ничего не получалось. Потом появились проигры, начали пикать Манки Кингов, и, соответственно, проигры показали в самый раз этот билд через Аблю. Аблю типа апнули, ему дали больше силы, то есть сейчас больше хп дают. Ну, то, кстати, пак ошибается, я ему с танчиком подловил, и, соответственно, делаю убийство на второй минуте. Ну, говорю, он для паку. Он не успел нагу улететь, к сожалению. Да, то есть если пак задерживается на секунду, стан сейчас тоже очень крутой. Стан в первых ловелах действует более чем одну секунду, хотя раньше это был как микро-стан даже на первом-втором ловеле. Сейчас это полноценное оглушение. Поэтому можно вот так подловить и душить, особенно, как получилось, вот я делаю фаст ботинок и фаст файзы сразу. Вот у меня файзы на третьей минуте, и как бы, ну, улетай, не улетай, я тебя догоню на паке, на любом другом эскейпере. Как отошел от темы, значит, про саблю. То есть начал смотреть на про игроков, начал смотреть, что они собирают саблю, решил сам затестить, и реально зашло. То есть я раньше собирал и гоним плотность, а сейчас начал собирать саблю, и так ту самую плотность. То есть урон идет в основном от пассивки, соответственно, берете на 15-м лавеле всегда талант на урон в джингу мастере. Раньше всегда была дальность в основном, то есть у вас просто очень много хп, и за счет пассивки у вас очень много урона. Соответственно, вы никак не проседаете. Вот здесь как красиво, пока я развел на глиф. Это тоже очень много моментов, таких микро можете подметить в моем слайнинге. Возможно, тоже, вы уже замечали, я нажимаю очень часто мещи просто так. Это я делаю для того, чтобы превратиться в курьера. То есть, например, я могу сделать им два удара по вражескому герою, потом сделать микро-стрейф, как будто я отбегаю на тавер, потом сразу нажать мещи. Если я превратился в курьера, я сразу иду на вражеского героя, он думает, что вы отходите, а тут резкий разворот, так еще в форме курьера 380 ммс. И вы спокойно добиваете третий стакк. 120 с ботинком? С ботинком, да, плюс-минус 330-350, то есть вы 100% догоните. А вам главное сделать до удара, потом палку и снова удар. Если враг подставился под 4, ну это вообще прекрасно, потому что можете после этого спокойно динаить всех крипов. Также большая ошибка манкикингов, особенно на ранних левелах, то есть на первом, втором, третьем, очень много манкикингов пробуют сразу идти убивать противника. С тех пор, как пассивку пофиксили и дали манкикингу, соответственно, армор, он сейчас более такой пассивный лайнер, он работает именно по крипам, а не по героям. То есть вы настакали на первых левелах и просто играете фул ласс-хит. Соответственно, вот на четвертой минуте у меня 33 на 10, пака 18 на 0. Это просто потому, что я постоянно беду, делаю два удара, кидаю палку, набиваю четвертый стак и все. Это 100% 4 ласс-хита, без разницы своих крипов, вражеских крипов или союзных. То есть вы 100% выигрываете ласс-хит чисто из-за того, что вы набиваете пассивку. Ну, не забываем про ампиризм, не нужно таскать фласки, потому что вы просто ударите от оранжевика и спокойно отхилили 100 хп даже на третьем левеле за счет топорика. А надо фулл хп откинуть, просто палку заряженную кинули, пропустили 1-2 крипа, подождали 20 секунд, не так уж и долго. Но зато сэкономлюсь 10 золота на фласку. Самое главное на гриф не наткнуться, иначе можно просто мид проиграть этим действием одним. Информативно, информативно. По геймплею, вот сейчас смотри, видишь, тоже такой момент. Никогда не нужно качать, туда пробую развести его на шифт, он не повелся, поэтому я понял, что можно сразу кинуть палку. В итоге без проблем снова убиваю. Здесь, кстати, он прикольно получилось, он убьет меня сейчас, скорее всего. Получилось для него прикольно в чем, он получил 6-й левел именно в секунду, когда он умирает. То есть, если бы он не получил 6-й левел, он бы, скорее всего, не убил меня здесь, ибо без дремкойла шансового не было. А так он получил 6-й. Ну, ему пришлось бы как-то кидать РБУ через крипа, может быть, с вероятностью того, что тебя не зацепят, но уапнет 6-й. В общем-то, корявенько все получилось бы у него. Хочу отметить, пару минут назад ты там давил под гриф очень круто, когда настакивала палочку. Да, можно давить по-разному, можно давить под пластку, можно давить под крипами. Ну, и, соответственно, самое легкое давление это под гриф. Самая главная тоже ошибка, которую делают большинство, это то, что не уходят гангать, пока не убили катапульту. Вот, например, такой момент, как сейчас, катапульта под тавером. Человек может пойти, вот, например, нажать телепорт на топ. Вроде кажется, там фри, там, смотри, Акс 100 хп, Феникс там 500 хп. Ты просто полетел на топ, фрикалы заработал, а это время просто половину или даже мид тавер теряешь. Это максимально невыгодно и нужно слить за теми моментами. После того, как метавишка падает, так на халяву вообще впадло играть. В доту вся карта закрыта становится, ну, в общем-то. И пак уже спокойно может мовиться куда-то. И это фулл камбэк для пака, то есть сейчас, вот, то есть, седьмая минута, у меня 3 500 нетворства пака 2000. Перевес полторака. Сделаю я какой-то ганг, например, ненужный, когда пачка не запушена, вот как сейчас я делаю ганг, тоже через превращение курьера. Если бы курьера не превратился, я бы, кстати, никуда не пошел. Я бы просто пошел не сбить. Вот, расскажи, пожалуйста, есть ли какая-то систематика в работе, вот, мисс Чифа, то, что ты всегда превращаешься в куру, либо иногда, либо чаще превращаешься в куру, либо, это просто рандом. Если ты рядом с курьером, ты 100% превращаешься в куру, если ты не около дерева. То есть, приоритет превращения всегда идет именно в дерево, но если ты около курьера и нету деревья, то в курьера. А так, это рандом. Если ты около дерева, то ты 100% в дерево. Если ты просто стоишь на поле, ничего нету рядом, ни курьера, ни дерева, то примерный шанс превращения на 100 нажатий, я помню, тестил, где-то 20-25% превратиться в куру. То есть, каждый, там, третий, четвертый мисс Чифа, должен быть курьером. Поэтому, систематично, просто бьете крипов на миду, убили пачку, нажали мисс Чиф, превратились в курьера, пошли на какую-то линию, если понимаете, что можете убить. И превратились в курьера, ну, ничего страшного, ждете дайв от противника, делаете с АТП, или же просто фармите ближайший кемп, фармите мид. Самое главное в таких ситуациях не забывать про мид, потому что, если я сейчас просто забью на мид, пак сможет камбэкнуть. В такие ситуации, когда вы доминируете на мид, нужно минимизировать, на самом деле, ганг потенциал, пробовать максимально стоять мид, чтобы не дать возможность паку камбэкнуть. То есть, когда вы только уйдете на ганг, пак сразу, понятное дело, начнет камбэкать, потому что, как бы, у вас нету на миду, чем ему не камбэкать, правильно? Здесь, кстати, противники кто-то вообще не поняли. Вообще не тут человек на аксиум, просто подбежал под МК бабку разбивать, 150 ран, кстати. Да, Сентряк. Просто он подбежал Сентряк, может он рассчитывал на то, что они сейчас пуржат, если что, стаки, но, видимо, я ничего не успевала. А я специально не ударил, там, вроде как, типа, я всегда против Торнадо Инвокера, против Инчи, вы последнюю твичку найдете, ну да, Орак, вот три героя, настакиваете три удара, потом четвертый вы отменяете. Здесь, вроде как, там, Феникс был, замедление кинул, так что Инча вообще поспешила-поспешила. То есть, можно без проблем отменить, и он кинет Инчан, Пурш, когда вы еще не настакивали. Потом настакиваете, кидаете заряженную палку, до свидания. И, соответственно, так и произошло. В любом случае, он мог бы споржить, если что, даже если ты успел выкинуть палку после этого сразу, хотя бы три удара, а не то, чтобы... Ну, дальше уже смысла нет. Ты кидаешь палку, все, где? Противники уже умерли, а ты отхилился на пул. Тут именно прикол в том, что им нужно успеть до палки это сделать. По изменениям интим-билда я всегда собираюсь сейчас с Курожен, хотя раньше только Орбов Феном брал. Курожен это, можно сказать, начало того, что надо для нашей плотности, то есть, Брайсбен плотность, Тики плотность и Корожен плотность. Там плотность, там-там, потом покупаешь сабельку, и у тебя на минуте 15 около 2000 хп. Ты как бы такого Манки Кинга попробуй убей, так это еще и хилишься, если настакаешь, там вообще нереально убить. Ну да. Ну и броньки у героя предостаточно. Ну, с призами, очевидно, с базовой броней. Я ловко сказал, да, про броню хотел сказать? Да, брони 20, ну, 20 плюс даже. Если ты ультимейт нажмешь, там вообще за 40, так что физика не убьешь. Ну, маг прокасты на таких уровнях, на таких минутах не особо сильные. То есть, там, 2000 хп, ты явно маг прокаст там не снесешь. А-ля Пак нажмет Дрим Койл, Феникс нажмет Яйцо, но они меня даже не убьют. Ну, там будет, скорее всего, такой момент, ибо часто так бывает. Ну, сейчас я просто пушу мид, подхожу на любой килл и сразу же возвращаюсь в арми. То есть, по Нетворсу стараюсь не отрываться. То есть, я, как бы, с Нетвор на Нетворс равне с Нагой иду, которая 2-0 и фрифармит лес, как бы. Это довольно достойный Нетворс на 10-й минуте 5000. Это для Монкинга очень хорошо, потому что этот герой не фармит лес, очень плохо он ее фармит. Потому что мы не играем сейчас через второй скилл. Не знаю, кто играет, ну, разве что керрием. А, в основном, сейчас играет через свой скилл. Вообще, мы второй скилл не качаем, мы оставляем второй скилл в единичку. И после этого, как у нас замакшена пассивка, палка ультимейт, мы просто качаем плюсики. То есть, оставили три дэнс в единичку, нам он больше не нужен. Он просто как средство передвижаемое. Это интересно, кстати. Ну, и, соответственно, за этого тоже еще идет прирост хп. Это то, что нам надо. Из-за этого такой Монкикинг и очень сильный. Особенно, если выпало еще яблочко. Ну, это People's Gift на 17-то. Это там вообще за 2000 хп будет. 260 хп чисто от яблока. Немножко больше. То есть, у тебя там от атрибутов где-то плюс 6. У тебя сабля еще плюс 15. Яблоко плюс 14. Там с землепухом. Просто такого Монкикинга не пробиваешь. Из-за этого, можно сказать, есть основной сейчас item build МК. Из-за этого и идут победы. Что собирать после сабли? Ну, в основном идет БКБшка, если надо. Если вы понимаете, что толком вы не сможете защититься. То есть, противник есть способности через БКБ. Ну, допустим, в этой игре это Акс плюс Феникс. Поэтому я принял решение в этой игре не собирать БКБ, во-первых. Во-вторых, то есть, нужно понимать, насколько вы можете наносить урон вражеским героям. Из-за этого понимать, что нужно покупать. В этой игре что есть? У них есть многость с иллюзиями. Соответственно, именно какой-то Дайдалус и прочего дичь смысла нет убрать. Потому что я просто не знаю, где настоящего. Пока тут я хотел Фениксу убить, но не попал в палки. Слифанулся очень странно. Ты что, забавно бежал? Побежал к руне хасты, приводился вместе. В руне хасты с хастой бежал за баунтируной. Да, я просто руну... Для меня уже вард там есть. Я, типа, видел Акса, который не пошел брать руну, просто пошел фармить. Блинка у него нет, ничего нет в итоге просто. Там Акс вообще всю игру вроде видел. Бейглли просто убивали его. Сейчас сначала кикбай поставил БКБ. В том, что произойдет какая-то драка. Я поменяю свое решение на довольно необычный для меня билд. Именно буду собирать Радик в этой игре. Почему я пришел к Радику? Ну, я уже только что сказал. Энчу я бить не могу, у нее пассивка. Пака я не могу бить, он как бы просто уходит. Акс меня сам агрит, поэтому он просто даже кого-то сагрил. Там миллион армора, я его не пробиваю никак. Феникса яйцо, поэтому, в принципе, без разницы. Ну, а нагу тоже настоящую не могу найти. Здесь неплохая драка. Войц ловил пака. Я в это время зоню Акса и Феникса на себя, чтобы не могли паку помочь. Так и делаем минус 2. Тут я вроде еще пойду дальше, но у меня дум не прыгнет. Типа вот есть прыжок, есть этот, стан кентавра, но если ты показал, прыгнул бы, убил бы, не прыгнул бы. Без разницы. Вроде здесь ничего. Да. Баудара, палочка, до свидания. Урона очень много, это еще не 15-й лайвел, как бы. На 15-м левеле урон от пассивки увеличивается ровно 2 раза. То есть у тебя пассивка дает 130, а на 15-м уже 260. На такой минуте 260 дамеджа, это как будто, ну это реально как рапира фактически, там 60 дамеджа, это уже без разницы. То есть реально ты нас под стаками, как будто ты купил рапиру на 15-й минуте, там Акса чуть ли не под армор можно спокойно пробить. Вот тут идет просто вынос, но в один момент что-то пойдет не так в этой игре, и я на секундочку даже подумаю, что мы можем проиграть. На самом деле противники ничего такого чрезвычайного не сделают, но моя команда очень сильно захочет, чтобы это произошло. Тут самое главное в таких играх просто понимать, что от вас требуется, то есть что вы должны делать в этой игре. Вы постоянно видите пик противника и должны понимать, что должен сделать противник, чтобы выиграть игру. То есть во-первых, напармить нагу, у нас нету предметов, нету героев, которые могут убивать спокойные иллюзии. Во-вторых, им нужно нажать идеально способности, то есть дримкойл, яйцо, агр. То есть все, что надо в файте не допустить этого прожатия, и все, что надо, гнобить нагу. Нагу мы пока что так гнобить не можем, ведь он очень хорошо играет в плане макро, то есть мы его вообще ни разу не подловили, а просто бегает и фармит, поэтому это примерно игра как против какого-то жадного кор-героя, который просто не может идти драться, но тоже против бруды какой-то, то есть один человек просто фармит, если ты не можешь этого человека поймать, просто иди дерись 5 на 4, пока этот человек фармит, и все. И это залог победы как бы в каждой игре против жадного керри. То есть не обязательно гнобить жадного керри, если можно гнобить его команду, пока он фармит, а потом он сам как бы ничего не сделает, потому что он один его команда как бы полностью без фарма без ничего вы все имеете нереальные творцы за то что бегали просто убивали вражескую команду всяких акса вот 16 всяких парков 25 просто бегать их удалось чтобы они вот как сейчас на творц происходит одна нога 9000 творца которую мы не можем найти мы не можем битая особо на мне это не надо мы просто убиваем пока убиваем акса и все это нога 1 ничего не сделает будущего давить он еще уточню то что нога собственно это видео он играет на своем с морфа кармати собрали во время игры это не знал я узнал уже ближе к концу там союзники начали рофли типа с него там принадлежь насчет его этим билда на самом деле тоже не стандартный белка он взял бабочку и манту то есть хп у него 0 на самом деле этот item build спровоцировал у меня взять ради если бы это была какая-то дефолтная нога через жир там манта дефус тараска я бы подумал о чем-то другом так как я понимаю что нога выходит full ловкость то есть она защищается от физического урона потому что у нас нету магического урона поэтому я решил принципе магический урон и прикупить виде радианса чтобы без проблем убивать этих иллюзий которые имеют очень малое количество хп и за счет этим билда то есть все отталкивается не только от пика и от айтем билдов тоже противника то есть допустим в твоей игре нет никаких таких рандомных действий купил потому что просто по кайфу да ты ты думаешь головой понимаете нужно находиться что собирать а самая главная ошибка тоже большинство monkey кингов это то что они просто думают что есть какой-то универсальный темп билд которые они могут собирать вот есть например террублейт он купился мантус хайди он победил дот он пьянга такое не атоха monkey кинга нужно каждый предмет думать головой если ты купил буквально не тот предмет то ты уже практически проиграл игру здесь соответственно происходит это самая ужасная драка которая просто заканчивается нас очень плохо потому что противники комбинят все свои способности прям кайл яйцо ну и соответственно тут бой сделал все что надо чтобы противник это сделали феникс хорошо сыграл он успел яйцо поставить на войде его задумка по крайней мере была в том чтобы хлопнуть яйцо и на феникса тоже но я не успел вылететь поставить яйцо либо успел до того как вылетел по даже в хранции кстати да да я кстати эту секунду тоже кидал палку по фениксу так что феникс в итоге по любому это не специально делал но так произошло что он уклонился от моей палки и успел нажать яйцо до хроносферы типа это про мне ранее же момент произошел которым феникс нас просто выиграл 1x9 после этого момента нас просто все пошло очень плохо что в нетворс нагии полетел в небеса 12000 нетворса пак и акс у которого было 4000 нетворс а сейчас имеет нетворс моего вайда керри и короче на этом моменте очень так стало тревожно за игру что можем проиграть поэтому следующее время вроде просто пойду стараться формить я понимаю что у нас нехватка всего на свете и надо просто взять себе левел что было побольше хп взять себе талант чтобы было побольше урона ну и взять себе радик чтобы был магический урон понятненько так что еще хотелось интересное спросить по поводу вот если мне радик ты говорила что в этой игре я увидел на наги был даем если вдруг не разик ноута ты играешь за 100 миллионов долларов там турнир примера чтобы ты купил просто бы к башку бахнул на просто башка башка это всегда надежно если вы хотите риска там условно какой-то олэнчик то есть понимаете чтобы как бы не поможет то в основном саша яша берется можно взять сашу плюс сатаник вот здесь мы впервые словим нагу я ее нас нашел с помощью ультимейта до сложно но убили потому что просто спалили и они вовремя также по поводу ультимейта микро фишечка то есть если вы нажимаете ультимейт ровно в центр иконки противника то ультимейты наносит 5 штук урон противнику если вы просто нажали ультимейта может наносить там две-три копии если нажали ровно центр то будет быть пять копий то есть понимаете что противник будет стоять в стане и довольно долго ставьте ровно центр они там краешком или чуть чуть левее правее так далее потому что считаете дпс увеличивается практически в два раза то есть поставили немножко не так ультимейт только две-три копии бьет нажали ровно как надо пять копия пять копий это как бы 5 автоатак в одну секунду это как бы очень жестко соответственно из-за этого мы нам не понял может быть манки гинга большой круг и вот именно центральная . арены когда нажимаете на ультимейт вас появляется большой круг и на чтобы этот круг центр круга находился ровно на вражеском персонажи вот эта централизация поможет нанести больше урона потому что в центре будет атаковать пять солдат но в принципе то же самое сказал я повторил вот за счет этих убийств принципе немножко стало уже поспокойнее уже появился сокрык что великол в металле лично мне интересно я обычно перевожусь на руну и кликаю на руну тысяч по миникарте кликнул и в чате показалось то что там руны невидимости это так работает на карте можно нажимать плюс-минус умеете кликать попадете пару ним через миникарту она покажет даже также про баунти и про любую активную руну то есть не обязательно именно камеру переводить на нее привычки больше делается нет нет какого-то отсутствия микроконтроля но в целом я замечал просто некоторые игроки так делает я вот у тебя это на самом деле иногда даже просто какой-то вот и например сосредоточена сейчас от фармлю крипов чтобы какого-то вражеского героя не увидеть ты видеть ты видишь так мельком что что-то там появилось но ты не при этом не хочешь сильно отводить взгляд ты просто так автоматом зажимаешь альт и пробуешь кликать на территорию там где руна резается чтоб чисто увидеть что там за руна это если ты максимально сосредоточен там и ждешь какого-то врыва от врага чтоб не терять долю секунды переводить камеру и смотреть просто кликнул тебе дота сама напишет что там за руна с такие микро моменты они на самом деле могут сильно зарешать мы сейчас противник забирает рошана нас нету информации об этом я доформил радианс сейчас будет снова какая напряженная дотка либо противника едешь мы вроде ведем 5000 это вообще на игре не ощущалось когда ты играешь против ноги которые 15000 это 10 тысяч нетворца имеешь так как бы немножко сложновато данный творц у нас отличный но нога просто нереально фармящий герой мини алхимик зря типа нога очень часто может делать с алхимиком догнаться здесь приезжает пак очень сильно номера на фейли со стрелой но при этом пак почему-то не блинкается а я знаю почему он не блинкается сейчас потом расскажу после файта пока смотрим происходит все круто то есть рейди рейдишь я стою в слипе и рейдинс просто выжигает акса выжигает нагул сейчас оставлю ультимейт то есть во первых радик дает хилое количество урона и смотри там просто инча выжигается феникс выжигается все горит огнем и как бы дамыджа при этом дофига потому что ради плюс 50 дамыджа чё-то скажу почему пак рак и почему он проиграл только что игрой тему вам то есть он взял ультимейт двоечку то есть так никто не делает умных игроков почему потому что если ты берешь талант и берешь ультимейт двоечку у тебя под блинка нету шифта в 4 из-за этого ты не можешь после шифта сделать блинка у соответственно в этом моменте если пока были мозги и он бы не прокачал dream coil двоечку имел shift 4 надо спокойно после нападения на зал блинка вот нажал бы по нам dream coil например я и феникс бы нажал лицо которое бы не сломали без проблем бы возможно они даже перевернули эту драку ибо в них еще и слип был и все на свете а так получается из-за того что пак вот такие моменты сделал мы сейчас выиграли эту драку и соответственно нужно точно перевернули эту игру здесь хочу отменять то что тем же нападе был топ-1 дэмэдж в драке опять же вот из ради говорил так как подтверждение будет того что много дамажит манки кинка с радиком тоже и без радика и еще элементом бабка очень сильно разбила ногу а возможно если так был бы жив оставил бы саленс сбил ультимейт на этот момент спаком он завершил весь файл номер первый потому что у него shift не 4 а dream coil 2 в 3 shift если что нужно что-то говорит нам 225 действовать то есть чтобы блин коротца после нанесенного вам ирона нужно три секунды подождать вот на пак в шифте переждал бы это все а у него shift 225 то есть он выходит у него секунды еще блин кд так если шеф 4 тутает меж 325 то есть у тебя есть 0 25 секунд сто процентов блин кануться куда ты хочешь это типа очень важно всем грамотные игроки на пакетах делают брать против контроля сквозь бкб до берешь сэндж во первых он контроль через ну контроль уменьшает от по тебе во вторых выше увеличивает вампиризм от твоей пассивки это тоже очень важно все таки увеличивает восстановление здоровья там от вампиризма так далее поэтому сэндж просто самый лучший предмет сейчас вообще в доте стараться если есть возможность то его покупать дальше в основном берется или саша яша если фришная игра или можно оставить просто сэндж в большинстве случаев оставляю просто сэндж и после этого стараюсь выйти в сатаник то есть сатаник 2 сейчас по популярности предмет вот либо я появился то есть во первых саша круто синергируется сатаником потому что опять же увеличивает вампиризм итоге мой вампиризм при сатаник активный вампиризм сатаник это все бустится сашей во вторых саша и саша отличается как бы на 2000 но при этом сопротивление эффектом там на процентов 9 то есть преувеличивает то есть буквально в одну в одну третью увеличивает но за 2000 золота это не особо выгодно поэтому большинстве случаев просто берете сашу а дальше вы покупаете под нее какой-то хороший предмет а если на очень надо то иногда даже ли барду покупаю если бы снова находим ногу без проблем по теме все работают но радик по тихому выжигает папа у него принципе не так уж и много это принципе наверное уже плюс-минус окончание игры ибо противники ничего не могут хотя на самом деле очень много непонятных действий от пак в таверне они че там дайте сделают на тройке что они сделают непонятно не пары сыграл от уже в тильте нереальном акс акс 3 8 пока 5 9 все порно тут тут уже все покроили ребята я думаю ведь он будет до конца играть по поводу таланта также на двадцатом раньше этого таланта никогда не было сейчас он берется всегда всегда берется перезарядка бунду страйка берется критический урон не знаю собираете там с рапиркой какой-то это очень редко так таланты сейчас всегда одни и те же фулл левая ветка скорость атаки урон пассивки перезарядка палки небольшой круг так то нормально так да да типа ролик считай плюс 60 сатаник 55 вот соточка урона как бы я вроде при этом собираю предметы на выживание то есть это не считается одним из таких но при этом он и дамы же берет дает то есть например по ту же стоимость и там берешь какой-то доедалось или мкб он кроме дамы же те ничего не даст а так и меня нету здесь проблем с урона если бы меня были какие-то проблемы с уроном допустим за горинага было бы дефолтный билд манта дефуза там тараска бабочка например я бы возможно просто невозможно сто процентов я брать инс из не собирал или просто собра собрал бы саблю бкб мкб дальше без уже думал что надо собирать потому что я понимаю что мне нужен просто наносить урон по ноги соответственно бкб мне дает выживание против пока феникса ваксом не особо сильный был то есть и мкб шка потом будущем просто закрывает ногу понятно понятно но в принципе думаем в этой игре наверно все все аспекты этого манкинга затронули основные и думаю людям которые хотят научиться играть на мк им есть он получится они уже все пока стали самое главное это просто играть правильно позиционки то есть вы играете или с инициации или с контр инициации то есть вы не являетесь фронт-лейном как являлись когда-то то есть раньше аганим на мк давал фронт-лейн манки кингу за счет этого шли вперед танковали все что хотите и так далее то есть проблем никаких не испытываете сейчас вы не фронт-лейн манки кинг сейчас вы просто вот сидите на дереве ждете чтобы на вас напали или что ваша команда напала или если у вас бкб есть допустим можете и сами напасть то есть тут все решает макро игра на самом деле и правильно этим билд и все так-то именно плане общих эксперспектор там настакал кинул палку это такие микро моменты можно побеждать и без них но основа основы той тем билд и просто позиционка ты можешь нереально там круто миши фон пользоваться нереально круто ланинг стоять но если ты просто не знаешь куда пойти или как начинать драку то ты никто не выиграешь на манки кинге поэтому за эти моментами надо следить супер валер спасибо что пришел выпуск выпуск получился как всегда с тобой очень информативным ты рассказал много полезности я думаю ребята оценят поставьте лайк ребята напишите коммент и не забудьте подписаться на канал валеры ссылка в описании плюс там же будет видос сегодня выпускается ролик так что давайте залетайте смотрите оценивайте первый ролик который вышел пару дней назад и сегодня выйдет уже второй с интересными личностями на все ссылки в описании и в закрепленном коменте пока всем пока и валер пока